смотрите какой диван мы нашли крутой есть чай такой с малиной с мятой что сто две тысячи стоит вот эта штука привет да всем она покрасилась вы представляете приехали в кино и вот что значит не подготовить себе выходной день один из документов нужно восстановить кого-то перезагрузилась честно всем доброе утро мои хорошие сейчас собираемся в общем куча изменений прошло за один день в общем решили мы наверное все таки продлевать столешницу сейчас покажу вам вот здесь вода мы решили все таки продлевать столешницу для этого нам нужно купить такую же и опять же на 240 представляете потому что метр двадцать она будет только досюда а здесь очень некрасивый угол получается мы хотим еще здесь вырезать и продлить его досюда чтобы было как-то закончено более-менее что ли да вот под занавеску что ли сделать чтобы не было большого пространства там то есть опять 5000 надо на столешницу потратить потратить на вырезы все эти но нам нужно будет 240 всего лишь метр сорок остальное целый метр останется мы его под ножку здесь будет у нас ножка здесь мы сделаем такую полку подсистемник короче уже идеи есть когда мы все это сделаем тогда мы будем уже решать что мы будем делать со стеной потому что концепция немножко меняется чуть-чуть из того что мы изначально хотели и мы все еще не можем придумать что что делать со стеной еще поменялась идея по поводу жидких обоев многие мне написали в комментариях и я к вам прислушиваюсь по поводу жидких обоев потому что для меня на самом деле целый геморрой там целая система нужно сначала нанести грунтовку через шесть часов нанести второе слово грунтовки через 24 часа только наносить сами обои а их нужно замешать заранее и только через 12 часов их можно наносить то есть мне не нравится вот эта растяжка по времени обычно знаете творческих людей вдохновение бахнула все это берешь и делаешь а блин 6 часов 12 это все растянется настолько что ужасно одна девочка мне писала что очень сложно все наносится в плане неудобства оно то отваливается то еще что то короче сам Quem him нанесения да но это вот если может быть и не профессионала вот такой опыт у него был еще одна девочка написала что говорит коты подрали все что они очень любят вот это вот она как тканевая получается такая и все подрали а шметки летят и короче неудобно Еще мне написала девочка, что снимать эти жидкие обои, то есть если вы захотите что-то поменять, их тоже снимать, короче, целое дело, целый геморрой. И мы решили все-таки вернуть эти жидкие обои, не заморачиваться с ними, просто потому что за все это время ни у кого из нас не было времени просто даже грунт хотя бы нанести, а его потом еще и еще наносить, и вот это вот все. Короче, решили вернуть, не заморачиваться с жидкими обоями, все-таки будем подбирать просто белые, наверное, какие-то белые матовые обои, чтобы это, сейчас вам покажу, чтобы вот эта стена, она была как продолжением вот кухни, потому что она вот как бы от нее, это зона ее, и вот такие, короче, какие-то обои поищем, посмотрим. Типа того. Покрасить не то, оно выделяется, и вот покрашена, видите, все время, уморается, решили обои. Не знаю, может, пока пойдем, сейчас все поменяется еще. Так, все, сдали уголки, еще я сейчас хочу подняться на второй этаж, видите, здесь куча диванов. Смотрите, какой диван мы нашли крутой. Смысл в том, что здесь пуфичек, видите, а если нам нужно разложить кровать, вот эта штука отодвигается, прикиньте, опа, и вот это вот все расстилается, и здесь полноценная кровать получается. Вырубили свет. Что-то лоб, это, вырубила, по-моему, лампочка. Прикольно? А сколько такой диван стоит? Отойди, пожалуйста. Денечка, отойди, солнышко. Положение релакс, то есть тут изначально спать, и здесь еще лобка. А, еще положение релакс, то есть более нужно спать, не открывать. Можно сдвинуть вот так вот. Да, кто-то пришел, почему вам предлагаю отдельно? Кто-то пришел в гости, не запланированно, надо поспать. Пожалуйста. Этот диван вообще у нас тут продаж. Раз. Смотрите. Здесь еще и хранение. Наполнение для каждодневного сна. Здесь идут кружины, блок. Качественный наполнитель, который полноценный. Здесь специальные чехлы, все своих. Все снимается, чистится. Все снимается, тут несколько этапов чехлов. Здесь не просто, здесь специальная свечатая структура. Смотрите, нашли какой диван красивый. Только угол нам не надо, угол он очень много занимает места. А вот такие вот секции, но это одна секция стоит здесь 30 550. 150, я так понимаю. Диван шикарный вообще. И цвет нам подходит. Берем. Ты зайка. Короче, смотрели диван здесь в ХДМ. Конечно, цены космос. Цены космической. Есть даже за 2 миллиона диванчик. Ну, короче, нам понравился один за 150, второй за, ну, короче, 120 где-то. Классные, конечно, они. Тоже нет там многих функций, которые нужны мне лично, хочется. Но, как бы, вот так. Смотрите, какие люстры, мой гад был. Это что за шары такие? Вау, ценник 52 тысячи. Вот это большой, 8... Маленький, 52, а вот этот большой, 82. А вот это что, а вот это что, бог ему, 2036 тысяч. 102 тысячи стоит вот эта штука. Обалдеть. Цены, конечно, еще больше, цены еще больше удивляют здесь, чем самоконструкция. Ну, очень красиво. Все самое необычное. Это 109. Ой, Дэн нашел себе игру, да? Вот будет у нас частный дом. Мы вот какой у тебя домик купим. И вот такую горку. И вот такую прыгалку. Все будет в нашем дворе. Ну, все, девочки, берем мы еще одну столешницу такую на 2,40. Вот, вот так, получается, она у нас будет от стола вот так ровно-ровно. А вот там, где у нас выступ, помните, вот так будет у нас вырез. И к окну идти. И взяла вот такую штуку. Будет соединение у нас такое невидимое на стыке между столами. Вот так вот. Раз и раз. По-моему, нормально будет. Классно. Только что вот с этим выступом надо будет делать. Надо будет подумать еще. Смотри, какой необычный чайник. С двумятинами такими. Прикольно вообще, да? Сколько такое стоит? 390, да? Или чайник электрический. Чёрный. Нет, 2,650 вот этот стоит. Вот, 2,650. Или 390. Непонятно толку. Всё, возвращаем наши жидкие обои. И будем искать нормальные обои. Пока нам выпиливают столешницу, мы тут решили покушать. Да, Дэн? Вкусно? Дэня пока ел блинчик, прикусил себе палец плавал. А я съела блин Цезарь. Ой, не Цезарь, а этот, с креветкой. А он всё время какой-то жиденький. Вот Цезарь мне наедаюсь, а с креветкой не наедаюсь. Поэтому я себе взяла ещё Наполеон в стакане. И вот это вот всё присыпка, девочки. Я её просто высыпала. Чё-то они присыпки нафигачили здесь. Столько же, сколько и Наполеона. Ну и мой любимый чай. Малина, лайм, мята. Но тут сейчас не лайм, а тут сейчас лимон. На обманово. Сейчас прикинула. Вот этот вот стаканчик стоит 152 рубля, по-моему. А Синабон в стаканчике корица стоит 170 рублей. Но сравнить вот это и Синабон. Синабон вообще на высоте. Так что в следующий раз я не буду за это бешеные деньги платить. Лучше возьму Синабон опять. Девочки, смотрите, почти то же самое, что продаётся в фикс-прайсе. За сколько там, 300 рублей или 250? Здесь стоит полторы. Прикиньте. Все в фикс-прайсе. Так, ну что, мои хорошие, вы готовы? Та-да-дам! Мы продлили столешницу. На самом деле многие из вас говорили, продлить столешницу. Одна была из идей. Идеи у нас было очень много, но всё что-то не так. И это вот самая одна из лучших идей. И не лучших, лучших больше и не было. Вот я вам так скажу, что это реально продлевать столешницу. Единственное, что сегодня спешили там и всё такое. И нам немного не там сделали вырез. Видите, у нас здесь вырез идёт под провода, и здесь вырез идёт под провода. Нам вырез должны были сделать вот с этой стороны. И вот эта чёрная должна была быть здесь. Мы сначала такие подумаем, покрасим, а потом думаем, а что красить? Мы просто переделаем. Мы сделаем сами такой вырез вот здесь. И просто перевернём её, чтобы чёрная была лицом. А это видно не будет здесь вообще. Тут у меня стоит системник. Вот. Там у меня зарядка. Здесь какие-то зарядки. Всё аккуратненько. Всё убрано. Ничего не видно. Вот. А здесь занавесочка вот так вот. Я ещё думаю, чёрную занавеску сюда, вот ту, которая была. Только надо обрезать. Помните, у меня как-то была чёрная занавеска в спальне. Очень стильно смотрелось. Она очень длинная. Её, возможно, даже на три части разделить. И вот одну третью повесить сюда. Потому что иногда с улицы, с окон идут блики на телевизор. И телевизор плохо видно. Короче, вот сейчас вот так вполне комфортно. Но телевизор мы будем прикреплять к стене. То есть он будет ещё чуть подальше. И вот так ближе к стене. Ножки этой не будет. И, возможно, вообще будет беспроводная клавиатура, беспроводная мышка. Хотя я не очень люблю всё время следить за тем, чтобы там батарейки не сели. Я помню, что когда у меня была беспроводная мышка, я с ней намучилась. Потому что постоянно, там, каждые три дня с моей работы, да, и я мышку не выключала. Я не люблю за вот этот лишний контроль. Мозги должны где-то концентрироваться, выключить, включить эту мышку, если это не работает. Сейчас, солнышко. Короче, выключить, включить мышку, если ты не работаешь. Это лишняя концентрация. В общем, сейчас у нас получилось так. Немножко стало пусто вот с этой стороны. Есть идея поставить цветок сюда, может быть, какой-то большой такой, знаете, ну, что-нибудь такое. Короче, мы думали, сделаем эту столешницу, продлим ее туда. Функция прекрасная, отличная, как бы, да, вот оно всё клёво, нравится. Ну, единственное, мы не знаем, как задекорировать пока эту стену. Идей как-то, вот они как-то закончились, и нет таких, вот, знаете, чтобы прям, да, оно. Так что, если у вас будут какие-то идеи, что можно сделать, продлевать обои, если честно, мне не хочется, потому что уже как будто будет не деление зоны. Вот, идея, то, что здесь белое, мне нравится. Ну, вот, короче, мысли. Если будут какие-то мысли, обязательно пишите, потому что кто-то в комментариях мне писал тоже, продлите столешницу, продлите столешницу. Вот, мы ее продлили. Единственное, что вот черной стороной завтра сделаем. Вот. А так все хорошо, все аккуратненько, мне все нравится. Вот. Пространство, на самом деле, все, кто были у нас в гостях, сказали, что на видео девочки смотрится не так. Так, ну, то есть сначала посмотрели, видели, а потом пришли в гости. Сказали на видео, смотрятся они так, кажется, чуть меньше. Ну, все равно кажется, ну, видно, что просторно. Но кажется, чуть меньше. Но когда приходишь сюда, здесь сразу комната шире, пространство больше. Обалденно. Ко мне вчера приходили гости, восхищались, все нравится, классно. Мы включали на большом телике камин. Сейчас даже я вам покажу, как это было. Та-дам! Вот, смотрите, вчера было вот так. Свет здесь горел. Там у нас подсвечники горели. Тут у нас был камин. Очень красиво. Мне понравился именно на берегу. Вариантов на ютубе очень много. Горит долго. Здесь даже, смотрите, треск. Слышите, как трескается? Вообще очень атмосферно. Красиво. Здесь мы все были. Здесь сидел человек. Здесь сидел человек. Как мы расположились, очень удобно. Вот так вот. Да, кстати, вдвоем здесь сидели. Вот. Красиво. Вот здесь иногда я садилась. Вот так вот. Да? Вот здесь вот так можно было сидеть. Вот так. Я вам даже отсюда покажу. Вот. Вот так садились. Очень клево. Вот. Вот здесь вот так вот сидели. Ой. Вот здесь вот так вот сидели. Все как бы видно было. Шикарно вообще. Короче, комната преобразилась. Это здесь реально стало очень уютно. Обои сегодня мы не купили для вот этой вот штуки. Потому что, возможно, мы будем делать ее как-то вот с этим совмещать. Посмотрим. Короче, прислушиваясь к вашим идеям, мне иногда девочки присылают какие-то декоры, какие-то интересные дизайнерские решения в инстаграм. Вот недавно девочка прислала. Прикольная идея, на самом деле. Ну, не знаю. Нам, наверное, не очень это было бы. Вот так вот была столешница, да? И вот там вот, ну, вот то, что мы хотели черную полоску сделать, там зеркало было. И очень красиво смотрелось, на самом деле. Ну, интересно. Но я, наверное, бы побоялась зеркало сюда делать. Хотя, есть такие зеркала уголочками, знаете. Я же их очень хочу куда-нибудь втулить. Не знаю куда. Но очень хотелось бы. Зеркала уголочками. Короче, жду ваши идеи, если будут мысли какие-то. Всем привет, мои хорошие. С вами Селена. И сегодня начинается день с того, блин, привела себя в порядок. И мы сегодня везем моей сестре, точнее не моей сестре, а моему племяннику кресло, которое было у меня черно-желтое. Я ему давно обещала. Главное, что оно рабочее. Конечно, да, его коты подрали, там все такое. Но оно рабочее, оно классное, оно с подъемным механизмом, оно крутится, оно держит осанку. В любом случае, короче, пока они все купят новое, он может на этом. А он за компьютером очень много времени проводит. Вот, так как дома мы все съели, да, мы, короче, еще не ели, не завтракали, сейчас в наше кафе идем поедим. И все, и прямиком к Катерине моей в гости. У нее же новая квартира, я вот и посмотрю на нее, еще не видела. Ну что, мы приехали к моей Катерине, смотрите. Привет, да, всем. Она покрасилась, смотрите. Я говорю, ты в какой цвет собираешься, а она? Восветляюсь блондинку. Блондинка, я тебя ни разу не видела. Я тоже себя не видела. Так, а у тебя какие планы? Ты сейчас, расскажи, ты осветлилась фарой, ничего не поменялось. Взяла съез. Взяла съез. И не смотрела, представляете, мое видео, где у меня там чуть ли не отвалились волосы. Ну, они не отвалились, может быть, я думаю. У меня ничего не отвалились. А ты сколько держала? 40 минут. Офигеть. Ну, по всей длине делала, да? По всей длине. Сначала мы концы их красили, потом до корней дошли, но быстро вот это все высветлилось. Но сейчас буду переходить, не знаю, как, какие краски, первый раз с этим столкнулась. Девочки, волосы мягкие. Офигеть, кончики у тебя мягкие. У тебя, это у нас наследственное, да? Не знаю. С йосом травим, и волосы мягкие, классно. Я до этого блондексом вытравляла лет 5 назад, и ничего не лысого не осталось. Блондекс? А, ну да, мы все блондексом. Блондексом, и сразу в этот же день покрасилась в рыжий цвет, потому что, поняла, так ходить не буду. А сейчас буду, хочу дойти все-таки до блондинки. Так как следующее, что ты будешь делать? Чем красить? Не знаю. Вот подскажи. Я сейчас, да. Я сейчас что-нибудь подскажу. Давай чай попьем, и мы пока подумаем. Вот, пришла, короче, к Катерине, смотрю, тут, ну, маленький-маленький ремонтик делаю, да? Все равно, Катя, еще переезжать будет много раз. Так что, чай, смотрите, чай черненький, заварила нам тут лимончик, пломбирщик. Я, кстати, не помню, в пятерочке брала, да? Пломбирщик. Ты что-то так далеко отсела? У тебя есть тут проблемы? Давай, давай. Сейчас попробую, я уже забыла, как его. Денька, вот он пришел. Что там тебе, Тимка, мульски включил? Дуй, штортик. А? Или кушать будешь? Да не, мы покушаем. Все, мы, короче, будем пить чай и думать, что делать с Катей. Потом, если что, фотки пришлешь, я вставлю куда-нибудь видео, как, а то всем, наверное, будет интересно. Жалко, ты не блогеру. Самая интересная тема. А это комната Тимура. Вот новое кресло Тимура. Деня, значит, смотри. Ой, смотри, тебе идут и тортик, и сок, да? А ты что делаешь-то? Играю. Во что? Да не знаю, скажу. Какого-то Марио? Тимура. Видите, какая глазечка, когда дела была, буду зузить. Видите, мой дюйменький. Во что превращается человек, когда видит такой журчий? Не, хватит, все, мы уже идем. А ты мой сладкий. Очень приятно было увидеть систер в другой обстановке, а то мы только на празднике вот это видимся. Редко сейчас видимся, что это, Денька уже брата забывать начинает. Надо чаще как-то видеться. Но она работает все время, 6 дней в неделю, один выходной. Понятно, что надо успеть за этот выходной сделать все на свете. Вот, поэтому получается так редко видеться. Сейчас позвонила бабушке Наде, бабушка Надя уже нас ждет. Сейчас Денечку оставлю с ней и вторую половину будем отдыхать, расслабляться, в кино пойдем. Не знаю, на какое еще. В общем, хочется так как-то релакснуть вечерком, без ребенка, по-взрослому. Ну что, мои хорошие, все, бабушку Денни оставила. Бабушку Денни оставила? Денни оставила бабушке. Они пошли гулять. Вообще не знаю, что сейчас в кинотеатре идет, но интересно. Класс, давно не была в кино. Девочки, представляете, приехали в кино и вообще ничего не можем найти, ничего не хочется смотреть. Ну, то есть нет какого-то фильма, который бы, знаете, прям вот кайф глянуть и все. Вообще. Ну и время, допустим, можно с натяжкой пойти там на исчезнувший триллер, да, но у нас 18.50. А у нас сейчас времени и как-то все вообще не кайф смотреть. Прикиньте, первый раз такое, идешь в кино и ничего не кайф смотреть. Ну, короче, посмотрим сейчас, пока думаем. Пока уходим. Ну что, мы приехали в Гайдпарк, один из моих любимых мест. Вот. Короче, сейчас покушаем. Я не знаю, что делать с кино. В общем, сейчас покушаем и решим, что будем делать дальше. Возможно, поедем домой смотреть сериал. Самое лучшее времяпрепровождение. Я заказала себе селедку под шубой здесь. Потому что всегда, когда я сюда приходила с моей Ленусик Хэппи, блондиночка, если вы помните, она всегда заказывала здесь селедку под шубой. Говорит, здесь одна из лучших селедок. Я всегда у нее брала попробовать и думала, ну, а я всегда заказывала что-то другое там, либо, ну, что-то другое, что не сочетается с селедкой под шубой. И каждый раз я думаю, надо как-нибудь сюда прийти и конкретно заказать селедку под шубой. Она в горшочке подается, ее там так много, и она такая вся вкусненькая, короче. И вот сегодня я так вспомнила про нее. Хотела уже было выбрать что-то другое, там, котлетки свои любимые или там, карбонару. И в итоге я там вспомнила про селедку, говорю, давайте ее. Вот. И лимонад заказала. Сейчас посмотрим, наемся я или нет. Вот моя сель под шубой. Смотрите, как красиво ее подают в таком горшочке. И взяла лимонад. Пью вот этот ледяной лимонад. Вообще не хочется сейчас пить лед. Я бы что-нибудь горяченькое выпила, но у них нет. Я люблю вообще чай в стаканах такой. Но здесь нет. Здесь еще много чего нет сегодня. Вкус прикольный. Это, забыла опять, айва с алоэ. Алоэ с айвой. Прикольно. Алоэ с 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 а девочки вот что значит не подготовить себе выходной день без ребенка короче говоря не знаю поели проехались чуть прошли захотели суши зашли в сушевок вот здесь прям рядышком они только на вынос и на доставку работают сидеть у них нельзя сидеть у них нельзя у них все опечатано понимаете короче в машине будем взяли роллы будем есть в машине ящичаю захотела потому что там взяла сладкие роллы сейчас вот вкуснолюбове возьму чай здравствуйте а вас есть чай такой с малиной с мятой что-то такое во вкусе а какой у вас есть зеленый черный фруктовый сейчас закончился а лимончик есть не делать так что-то она там какая-то занята не буду отвлекать тем более ничего лимона нет прикиньте а может суши с лимона что я не спросил спрошу так ну что у нас вот такой вот этот ужин не при свечах а при фонарях на капоте представляет очень романтично мне кажется пришли домой а тут пупусик нас встречает потом приехали домой ну короче не подготовленный такой отдых но в целом все равно хорошо провели время пешила чё-то даже просто по фигме позаниматься попинаться попинать как говорится да просто поездить по считаться может сладко прошло до такая лаптик сейчас начало десятого уже создание к уложу спать там может быть посмотрю сериальчик и все завтра рано вставать понедельник как говорится день активный я не говорю день тяжелый день активный полон свершений всяких дел люблю понедельник вот так что спокойно всем доброе утро мы с денечкой пойдем в садик погода сегодня не ветреная но такая щитка как будто подмораживает знаете ну и не морозная но прохладная я одела теплую куртку короче нормально модели в общем-то для гуляния самое то в общем денечка в садик а мы будем планировать как дальше нам что делать нашей кухня зал как же все таки облагоустраивать доделывать недоделанные зоны головная боль новая кстати еще недавно смотрела эти диваны посмотрела на авито диваны ну какие-то фабрики которые делают диваны на заказ там или фабричные какие-то диваны короче и увидела на витрине диван там который мы смотрели в хдм за сто с лишним тысяч а на авито такие модульные диваны продаются там типа за три модуля сорок тысяч то есть цена приемлемая а тут за три модуля нам посчитали сто тысяч с лишним короче я хочу в это местечко позвонить и узнать действительно ли так или это цена замануха а я себе сделал я ищенку с колбасой и с помидорчиками вот такой у меня бургер соус будет но не знаю буду его есть или нет и хлебушек в тостере которые поджарены ох мои хорошие сидела сейчас втыкала и не знаю два часа начала 3 с утра села чуть-чуть помонтировала видео часть влога сделала и села просто нужно ну три часа 3-4 часа и делала заказ с сайта шеи представляете потому что я тщательно очень подхожу к выбору одежды так спокойно сейчас да смотрите у меня какой фон там там раз меняется все время вот сейчас раз и эти листики птички чудо там щебечет красивый такой вот фон у нас все время короче играет и днем и ночью атмосферу создает в доме короче идея сейчас у меня немножечко грязно тут на столе ну не грязно в плане навалено потому что сегодня у меня будет прямой эфир на сайте джум я буду показывать все эти вещи рассказывать я просто подготовила чтобы они не собирать их нигде прямой эфир буду вести вот так вот в общем со стеной еще мы не решили конкретно что будем со стеной делать мне кажется будут здесь светлые обои все таки да но декорацию мы решили сделать полки такие полки они будут такие асимметричные да как или как она там ну разные такие знать как полосочками сделаны белые с черными скорее всего вот и как-то отделить хотим вот этот вот угол тоже небольшой такой ну в общем посмотрим я не совсем понимаю еще как это так мой дизайнер это видит лучше вот поэтому наглядно уже потом покажу вот а так все хорошо все замечательно спокойно вот они кашеки мой один моется другая сидит контроли тут все а кстати вот здесь я смотрю что можно сделать это просто приложены такой типа плинтус перегородка у нас же здесь вот так вот мне в принципе нравится вот эти черные такие они массивные как-то знаете какой-то стиль лофт да напоминает мне нравится вот но некоторым не нравится и говорят что лучше закрыть и вот идея закрыть это вот этими штуками например может быть даже те которые закрывают эти шурупы видите здесь если закрутить шурупами то будет видно и чему я девочка на что-то тут ходит так она манушка 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 не могу мимо животного своего пройти вот она такая лапка хочется ее почесать укусить поцеловать за ухо потянуть за ухо потянуть подарок ухо ну что это за костик этот нализует без животик до бантик бандюля бандюля в прошлом видео я вам показывала что я взяла новый наполнитель который называется мурзик он идет не кусками для тех кто не видел да он идет не кусками такой колотый да а он идет ну шлифованным таким вот этим силикогелем кругленьким и он стоит дешевле почти в два раза тот там номер один стоил 500 рублей это стоит 300 рублей и внеш продавец сказал что он не очень хорошо держит этот запах девочки запах держит прекрасно прекрасно я вам скажу это раз то что его там меньше на килограмм ничего страшного отлично ходит это два и третье совочек который я купила вообще просто идеальный ну вот совсем другая уборка и казалось бы совочек просто совочек возьми совочек я взяла с более широкими дырочками внутри и этот силикогель он просто ну прям просеивается то есть ты берешь то что тебе не нужно и вот так просеиваешь весь силикогель падает и ты спокойно просто настолько быстро у меня до этого другой был силикогель туда не просачивался но такие более мелкие для этой трухи первое что это стелила в этот горшочек горшочек туалет это были опилки и у меня была эта лопатка для опила конечно опилки мелкие они там просачиваются и короче я этой лопаткой убирала этом что-то подковыривала чтобы это брусель ковырялась к в этом гамне грубо говоря не грубо говоря так и ездят ковырялась ковырялась чтобы достать все понимаете и меня это так бесило просто взяла сейчас другую лопатку так зачерпываю просеяла выкинула зачерпываю просеяла выкинула идеально просто я не знаю когда я его купила я сейчас даже посмотрю и до сих пор нет аромата никакого сейчас так они вдвоем ходят у меня для одного вообще идеально но пока прошло немного времени прошло всего три дня полных три с половиной если сегодняшний день считать то прошло три с половиной дня но пока все идеально посмотрим насколько хватит сейчас покажу вам блюдо которое мне очень нравится она как-то из детства сочетании с гречкой я делаю нам гречку на двоих дэнни вот гречку с маслицем на ночь а я буду гречку вот такой подливкой делается она из любой вареной колбаски поджаривается именно так чтобы было вот это вот хрустяшка я знаю что это на ночь очень вредно и девочки кто соблюдает диету все такое вообще не повторяйте но как кому можно как говорится да я просто хочу очень есть это называется по сусекам пошкребла я только на завтра заказала доставку еды короче сейчас это все поджариваем и заливаем вот таким вот соусом это как бы вообще должно было быть легче но это томатный такой соус больше здесь томата помидоров всяких мы это все дело заливаем это мы брали домашняя такая тема какая-то матная тема с колбасками получит всем привет мои хорошие с вами селена и что сегодня необычный день спонтанный день но не сегодня точнее вчерашний вечер и помню это вчера поснимала сейчас заказала еду с утра пришла еда хочу рулеты с утра сделать все почти готовая взяла нужно только разделать курицу и все вот сделаю этот рулет будем сегодня кушать его я не знаю что сегодня снимать сегодня сумасшедший день не могла найти документы с утра это просто трэш и вот сейчас пол двенадцатого только вышли из дома один из документов нужно восстановить так на что фух документы которые потеряла восстановила пцр тест сделала трэнди детс короче говоря выморозила меня баба которая там была вообще в прошлый раз мне сказали прийти без записи просто прийти и в очереди посидеть а сегодня начали мне записи предлагать от времени там записи все дела короче она вредная такая час проморозила меня ну что мои хорошие наскоряк делаю сейчас свой любимый рулет он очень вкусный просто кто не знает напоминаю сейчас я распотрошила вот такие окорочка варенок опченые две штучки здесь я их порезала просто приготовила зелень мою тоже мелко нарежем в конце купила вот такой вот сыр чтобы даже не тереть его и вот такая вот у нас 150 грамм я думаю хватит морковка по-корейски и взяла вместо майонеза легкий вот такой соус майонезный 20 процентов чтобы не сильно жирное все это дело было и поехали первый слой у нас майонез и мяско майонез когда намазываете старайтесь хорошо проходить по краям чтобы они не были сухие и были тоже мягкие съедобные очень хорошо когда все пропитана он тогда такой сочный прям получается вот такая красота получается и вот так красиво как тортик подается к столу этот рецепт посоветовала одна из моих подписчиц до сих пор делаем любим благодарим ну что мои хорошие выбралась я из дома денька остался дома я еду я еду сейчас к своим друзьям потом давно не ездила друзья которых я не показываю сегодня у нас друзья с которыми мы вместе медитируем можно так сказать сегодня у нас будет лекция сегодня к нам приехал так сказать путешествующий учитель можно его так назвать он путешествует по городам и странам вот и дает разъяснения по тем или иным вещам вообще путешествующие учителя очень хорошо вдохновляют вот и к нам приехал европеец и я его еще лекции ни разу не слушала но вообще очень интересно я у нас и российские есть наши путешествующие учителя очень хорошие все они очень разные у каждого свой опыт очень интересно вообще все это дело послушать мы вообще хочется увидеться с друзьями давно не виделась что-то домашние дела все такое и вообще забыла в гости давно не приезжала вот сейчас вырвалась так что с удовольствием проведу время сейчас с ними сегодня у нас будет тема лекции это медитация будут очень подробно рассказывать о медитации как она влияет на наш ум насколько она важна для нас для нашего развития на пути я вообще конечно знаю насколько она важна что она очень важна но интересно всегда услышать знаете детали подробности и вот какие-то глубины такие разъяснения как медитация вообще влияет на ум очень интересно и вообще люблю об этом говорить об этом рассуждать особенно слушать людей которые в этом еще больше понимают чем я который имеет больше знания больше опыта это всегда радостно что такие есть вообще люди вокруг меня ой девочки еду сейчас домой просто вот как будто перезагрузилась честно по-другому не назовешь первое что приходит в голову как будто перезагрузилась попала в какую-то свою атмосферу что-то вот-вот-вот услышала много прекрасных слов что-то новое даже как-то мне спокойнее на душе теперь перед некими событиями которые будут впереди следующий блок будет сюрприз для вас для вас и для меня короче сюрприз для меня был вчера а для вас он будет в следующем влоге вот так что обязательно в следующем влоге я вас жду будем вместе будем держаться вместе в следующем влоге и ну и и и Субтитры сделал DimaTorzok